Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы опять встречаемся вот таким удивительным образом. И хочется просто прославлять Бога за то, что есть такая возможность. Мы собрались во имя Господа, поэтому я верю, что в каждой комнате, где вы находитесь, Дух Святой. Он видит вас, Он слышит вас, Он преклоняет свое ухо перед вами. И вы тоже преклоните ухо, чтобы слышать Его сегодня. Ой, давайте чуть-чуть помолимся, Господь наш дорогой. Мы собрались во имя Твое и просим сейчас, Господь, пусть Твой Дух пребывает с каждым из нас. Внутри нас и в Слове, которое Ты послал. Пусть это Слово будет наполнено Твоим Духом. Чтобы оно совершало дела Твои, Господь, на что оно послано. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Аминь. Аминь. Итак, мне хочется сегодня говорить о том, о чем мы вот в течение недели говорим, и уже не одну неделю, о смирении. О смирении сердца. Вот в притчах, 15 глава, 32-33, говорится очень интересно. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирением. То есть, перед славой должно быть сначала смирение, чтобы слава пришла. Мы с вами рассматривали смирение с разных сторон. Но самое тяжелое, мне кажется, это для человека себя смирить. Смирить свое сердце. Даже перед Господом очень тяжело смириться. Мы это, наверное, все по себе заметили. Так что такое смирение нам, необходимое, тяжело достается. Давайте посмотрим, что же такое все-таки на самом деле смирение. Вы знаете, иногда человек себя считает, что он уже смиренный. Он даже пытается, как бы, это мнение, что он смиренный, другим навязывать. Я хочу сказать в одном анекдоте, очень похоже бывает на нас, как мы себя ведем. Как говорит одна жена, пока я доказывала мужу, что я смирен, я охрипла. И мне кажется, что очень бывает похоже, когда человек доказывает, что он смирен. Но смирение никогда не доказывается. Оно есть или нету, оно видно. Я вам скажу, что это очень удивительное качество. Она вырабатывается трудным путем, вырабатывается трудом над собою. Отвержением от себя, от греховной натуры, от своего я, от своего эго. Смирение, кротость и покорность, мне кажется, что это как три сестры. Нет одного, нельзя сказать, что есть другое. Если ты не покорен, не покорен, то ты не смирен. Если ты не кроток, ты не смирен. И наоборот. Вот обязательно они сопутствуют, все втроем. Это уже и говорит о твоем смирении сердца. Есть видимое смирение. Когда человек покорен власти какой-то. Или же чьей-то силе. Но при этом он внутри недоволен. И от этого смирения у него даже сердце ожесточается. Потому что ему пришлось смириться, с чем он не соглашается. Он вынужден. Вынужденное смирение, это все равно, что пружина. Это временно. И действительно, это состояние можно сравнить, если пружину сжать под прессом, под каким-то давлением. Она сомнется. Но до времени. Стоит ее отпустить, она вернется в свое положение. Даже еще и удар будет той силой, с какой сжималась. Поэтому некоторые говорят, я терпел, терпел, а потом взорвался. Это не является смирением. О котором говорит Иисус. Матфея 11, 29 говорится. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Вы знаете, смирение возможно только, если ты согласен. Если ты в сердце согласен с волей Бога, ты смиренный, ты смиряешься. Только согласие может определить смирение. Тогда это истинное смирение. Даже тогда, когда душа будет противиться, когда плоть будет восставать. А сердце, то есть дух твой, принимает. Сердце соглашается. Я думаю, вы все это испытали. Борьбу внутри себя. Ум говорит одно. Душа говорит другое. А твой внутренний человек покорен. Говорит сам себе, я не могу ослушаться Господа. Есть, конечно, такие еще, которые лицемерно идут к славе. Лицемерно делают вид, как будто они смирились. Видимость создают такую. Вроде согласны, соглашаются. Все для какой-то льстивой цели. Но и не к этому мы призваны. Это мерзко в глазах Бога. Таким путем за Богом не идут. И расположения Его не добьются. К истинной славе Божьей приходят только через смирение. И чтобы восхитить славу Божью, есть только один путь. О котором Иисус сказал, отвергни себя. И иди за мной. Вот нет другого пути. Крутить и вертить нет. Научиться надо, от Христа надо научиться. Он хороший нам пример. Но чтобы видеть этот пример, надо все время вникать в Писание. Как Иисус был кроток перед Отцом. Кроток, смирен. Был послушен. Надо это избрать. Для того, чтобы получить смирение, надо избрать это. Почему Иисус сказал, научитесь. К ротости и смирению сердцем надо учиться. Тогда, Он сказал, приобретете покой. А какая между ними связь? Смирение и покой. Отчего душа человека не имеет покоя? Отчего тревога, беспокойство? Отчего бывает? В основном от того, что желает и не может получить. Вот как себе представил, что вот так должно быть. И вдруг не получится. Вдруг не получается. И тревога. Когда что-то очень хочешь. И у тебя есть определение, что ты хочешь и как оно должно выглядеть. От этого часто бывает, что человек ночью не может. И не спит. Все переживает. А как будет завтра? А что будет завтра? А почему? Потому что ты что-то определил уже, как ты хочешь, чтобы завтра произошло. А те, которые согласны с волей Бога, даже не зная, какая она будет. Они спят спокойно. Потому что Бог все усмотрит. Вы знаете, однажды меня так обличил Господь. Я тоже что-то очень хотела, что-то решалось, мой вопрос. И эта проблема меня сильно обеспокоила. Я еще не получила ответ, уже плакала заранее. Вдруг так не получится, как я хочу. И тогда я услышала слова от Бога. Ты боишься, потому что очень хочешь, чтобы получилось так, как ты хочешь. От этого твои страхи и тревоги. Но если ты отдашь эту проблему мне, я решу. Я решу. Прими от меня. Проблема все равно разрешится. Но у тебя будет мир. Потому что ты будешь доверять мне. Вы знаете, когда я эти слова услышала, я себя честно посмотрел, думаю, да. Да, я потому и переживаю, и уже даже плачу, потому что я боюсь, что не получится так, как я себе это наметила и представила. Мне хочется, чтобы было так. А хочет ли этого Господь? Когда мы все отдаем в руки Бога, мы успокаиваемся. А мы знаем, что Бог не оставит, потому что ты Ему доверяешь. И вот эти страхи, они отходят. Беспокойство, оно отходит. И ты просто получаешь от Бога мир. Проблема не ушла. А мир пришел. Проблема уйдет все равно, со временем. Но ты уже живешь с миром. Мои дорогие, это так прекрасно, когда ты доверяешь Господу. Но ведь это же и есть смирение. Как ты иначе смиришься, если ты не покоришься Его воле? Надо просто понять, смирение приносит мир и покой в душе. И Иисус это сказал. Научитесь от Меня. И получите мир. Да. Когда мы научимся говорить, да будет воля Твоя. Не как я хочу, но как ты хочешь. Вот не просто сказали. А согласились. Согласились с Господом. Что действительно Его воля, она совершенно и благая. Ведь так когда-то молился Иисус. Перед Его славой предшествовало смирение. Притом полное. Он настолько смирен был и покорен волей Отца даже до смерти Крестной. Вы знаете, что в смиренном сердце и гордости нет. В человеке, которым вот присутствует гордость, только видимое может быть смирением. Потому что гордость никак не является этим качеством. Он может смиряться только для достижения цели. Ради собственной славы, к примеру. Есть корысть в таком смирении. Но вот Соломон в притчах и в другом месте опять говорит. Восемнадцать, тринадцать. Перед падением возносится сердце человека. То есть он начинает гордиться это его падением. А вот смирение предшествует славе. Тот, кто смирился, Бог следующий шаг даст славу. Это надо просто усвоить, понять. Так же, как и сатана. Он возгордился. И это было его падением. Да, он имеет свое царство сейчас. Оно уже что? Обречено на уничтожение. Царство тьмы, потому что он возгордился. Это было к падению. Что толку? Если ты обретешь весь мир, по своей душе повредишь, что толку тебе? Я думаю, что самая прекрасная слава это близость с Богом. А слава этого мира и слава Божьей, они различны. Так же, как и мир от Бога или же мир от этого мира различны. Этот мир, который ты получаешь с этого мира, он только основан на чем-то временной. Но когда ты получаешь Божий мир, ведь смирение, это не временное. Это не то, что ты смирился только на сегодняшний день. Ты смирился только с этой волей Бога. Если ты действительно пришел в состояние смирения, о котором говорит Иисус, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это уже твое состояние. В таком случае ты будешь уже жить в смирении пред Богом. Это значит, будешь жить в послушании к Богу. Это совершенно другая жизнь, это совершенно другой образ у человека. Это уже видно, что отображает Христа. Давайте мы прочитаем с вами одноместное Матфея 20, 25-28. Однажды Иисус подозвал своих учеников и сказал им такую вещь. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними? И вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот это смирение. И это предшествовало славе. Смирение пред Господом. И Он учил Своих учеников, что надо жить вот так, в смирении, не искать себе славы. Не искать себе признания от людей. Как это прекрасно, если ты признан Богом. Если Бог на тебя смотрит и знает тебя по имени. Что смысл? Какой смысл, если тебя будет знать миллион людей, а Господь скажет, не знают тебя? И те, кто достигает себе вот этого смирения достигают такой высоты, что способны отдать душу свою Господу. То есть, свою жизнь. Ради спасения многих, как сказано об Иисусе. Вот это и есть смирение сердцем. Бог таких не стыдится прославлять. А стремящиеся к славе в этом мире, которые ищут себе славы. Они избирают методы этого мира. Притворные методы мира. Те, которые стремятся к небесной славе. Ищут славы от Господа. Не себе, а вот Его имя прославить. Его дела прославить. Явить Его этому миру. Они понимают, что все остальное ничто. Но самое интересное, что в этом мире они выглядят как мусор. Мусор всеми попираемым, как сказал Павел Коринфлином. Очень печально, но факт. Первый Коринфлином 4, 9, 16. Как он говорит, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Как вы думаете, Павел был в славе Бога? Я даже уверена, что в славе. Бог его прославил. Но слава, как мы понимаем, и что есть в глазах Бога, разнится. И вот слава, которая, когда на тебе Бог и его помазание. Вот так выглядит. Итак, как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради. А вы мудры во Христе. Это те, которые искали славу себе. мы немощны, а вы крепки. Вы в славе земной, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои и скитаемся. и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира. Как прах всеми попираем до ныне. И он говорит к церкви своей, говорит, не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. О чем он вразумлял? Показывал разницу, что вот это истинная слава, а то, что вы ищете, не является истинной славой, даже если вас признает весь мир. Хотя у вас тысячу наставников во Христе, но не много отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христ. Вот Павел любил свою церковь. И не одну. И он клал душу туда. Поэтому он и обличал, и направлял, он так жаждал видеть всю церковь во славе Христа. Вы знаете, чем больше на тебе слава Христа, тем меньше количество людей тебя почитают и признают. Посмотрите, как Иисуса, даже пришел к своим, его не приняли. Но если бы он пришел как царь, хотя он был царем, но это царство на небесах. А если бы он пришел как царь, ему бы ручки целовали. Если бы он искал, чтобы здесь, на земле, получить славу, ему бы ручки целовали. Но он пришел для того, чтобы послужить. Он был смирен и кроток пред отцом. Я думаю, что мало кто мечтает вот о такой славе. Как я вам немножечко прочитала, Павел говорит, даже среди учеников Иисуса, они вначале такой славы никак не видели. Между ними все время был разговор, кто сядет по правой руке, кто по левой, кто главнее. Все это понятие первенства, понятие, чтобы тебя прослали, тебе поклонились, тебя увидели, тебя заметили. Это все не смирение, не кротость. Это все человеческое, земное, приобретенное от этого мира. Но когда ученики Иисуса Христа приняли Духа Святого, стали духовными личностями, подобные вопросы сами отпали. Мало того, даже смогли говорить, что самый маленький из апостолов я. Это духовный рост. Пока ребенок маленький, я думаю, вы, родители, знаете, как он любит одевать туфли мамыны, примерять одежду мамыну, ходить важно, как будто уже взрослый. Но знаете, что такое одеть обувь? В духовном смысле. Это обуть или же свое помазание, если ты одеваешь чужую обувь, чужое помазание хочешь присвоить. примиряешь на себя. Оно тебе или жмет, или большое. Да, ты выглядишь в своих глазах, быть может, я уже великий служитель. У меня великая помазание, потому что туфли на два размера больше. На самом деле, ты смешен. В глазах отца ты смешен. Как мы улыбаемся, глядя на наших деток. Так и отец смотрит. Может быть, даже чуточку сожаления, потому что вроде дети взрослые. Да, как замечательно, говорит Петр. Вы знаете, он это пережил на собственном опыте. Вы знаете, какой он был горячий, какой он был ревностный. Иногда даже чересчур в некоторых моментах. Первая Петра 5. 5-6. И он говорит, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью». Да вознесет вас в свое время. Но как же в свое время? Я хочу сейчас. Хочу славы сейчас. Что я должен ждать, терпеть? Как по-вашему? Что это говорит? Смирение? Или несмиренная душа? Это буйный характер? Несмиренное сердце абсолютно хочет сейчас, вот сию секунду. Но Петр испытал это на себе. Он смирился. Получил смиренное сердце и кроткое. Поэтому он смог так сказать. Смиритесь под крепкую руку Божью. и довознесет вас свое время. Вы знаете, как удивительно иногда выглядит слава Бога. Я хочу, чтобы мы поняли это. Потому что у нас свое представление о славе. А вот как говорил Иисус интересно. Как прославит Бог Петра. Он не сказал, что Петр будет величайшим из всех пророков на земле и все будут его почитать. Но в последние свои дни, когда он говорил с учениками, он сказал, как Петр прославит Бога. Истинно, истинно говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел. Я думаю, что надо понимать это еще и духовно. Пока ты молод, ты сам хочешь, как ты хочешь служить Богу. А когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припояшет тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав все, говорит ему, иди за мной. Кто хочет такую славу? Вперед! Проходите, будем за вас молиться. Я уверена, что никто такой славы не ожидает. Но мы же знаем, что не всем дано так прославить Господь. однако и сам Иисус отца прославил и сам прославился тоже интересным образом. Иоанн описывает 11, 27, 33. Душа моя теперь возмутилась и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прослав имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил и еще прославлю. Народ стоявший и слушающий то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Все, говорил он, давай разуметь, какою смертью он умрет и прославит Отца. Да, это особая слава. Это особая слава, и, конечно, не все такой славы удостоены, хочется сказать. Однако любой славе предшествует смирением. И только тот, кто смирился под крепкую руку Божью, будет вознесен в свое время. Вы знаете, что для каждой славы есть свое время. Это надо понимать. Для каждого движения, для каждого служения есть свое время. Даже если нам хочется, и мне тоже хочется сейчас. Мне сегодня хочется. Прославить Бога сегодня хочется. А для этого все-таки надо получить его славу, его духи, его силы. Но у Бога есть свое время. И сегодня Бог хочет, может, некоторым, чтобы они прославили его терпением. Это тоже дела веры. Ты веришь, и ты терпишь, и ты ждешь. Потому что у Бога свои сезоны, свои сроки, свои времена. И сегодня, быть может, Он просто радует с тобой, что ты прославляешь его верой. Прославляешь его послушанием. Потому что несмотря ни на что ты продолжаешь стоять и исповедовать, что Бог сказал и будет. И когда придет время, Бог возвысит. возвысит того, кто в смирении ждал, кто в послушании стоял, кто в вере двигался. Смиренным дается благодать от Господа. Не гордым, смиренным дается благодать от Господа. И благодать служения, и благодать славы, это все благодать. Благодать силы, это все благодать. Мы ничего из этого не заработали. Еще раз хочу подчеркнуть, что гордый ищет своего. Он своеволен, а вот смиренный ищет Божьего. Галатам 6-9 говорится, делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Знаете, если вы понимаете эти строчки только то, что ты кому-то что-то дал, это добро, то понятие добра гораздо шире. То, что ты послушал Богу, это добро. То, что ты смирил себя, это добро. То, что ты послушен, это добро. Это все называется добро. Если ты делаешь добро, не унывай. Если ты живешь добре, не унывай. Ибо в свое время пожнешь от этого добра. Ну, говорится, если не ослабеешь. Если не утеряешь веру, если будешь продолжать так двигаться. вы знаете, что всему посеянному есть определенное время явиться. Мы же не делаем так, чтобы посеял семечку, и тут же ждешь результаты, и смотришь корень где. нужно время. И этим временем мы верим, что эта семечка даст росток. Мы просто верим, и с верой посеяли. Точно так же и в духовном. Мы сеем верой. Хорошо сказано, что сеющий в плоть пожнет от плоти, смертное. Пленное. А тот, кто сеет в дух, пожнет от духа. Я предлагаю сеять в дух, а не в плоть. Жатва все равно придет. Все равно прорастут ростки. Несмотря что ты сеял в своей жизни, то и растет. Что посеял? Куда посеял? Множество плода надо принести. Если наши, зернышко упадет в землю и умрет, как пшеничка, тогда мы принесем много плода. Но невозможно это сделать, если ты не смирил себя, если ты не научился от Христа, если внутри тебя есть сопротивление и недовольство. Недовольство фактически волей Бога. Ты с Ним не соглашаешься, ты противишься. Ты ищешь своего, ты хочешь свое сделать. Это называется противлюсь Богу. Смотрите, чтобы не быть нам Бога противниками. Покоритесь Господу и в свое время вознесет нас. Я очень вас благословляю и очень желаю того, чтобы вся церковь настолько явила тело Христа, что встречаясь с вами, сказали да, воистину это его ученики. Не только из любви, которую можно показывать, но из истинной любви, которая просто исходит, не на показ, а исходит. Она бывает с теми, кто кроток и смирен с теми. Так что я вас благословляю на этот путь. Это действительно путь. Это действительно сложный путь. И я вам подсказку даю. Начинается он с чего? Согласитесь с Господом. Покоритесь, это называется согласитесь. Если вы согласитесь с Господом, вы начнете покорять себя. Начнете отрицать то, что не от Него. То есть отвергните себя. Вы не отвергните себя, если не согласитесь с Господом. Многие говорят, а как, а как? Я говорю вам, как? Мои хорошие. Давайте с вами помолимся сейчас. Наш любимый Господь и Бог, вот стоим пред тобой, какие мы есть, приходим к Тебе. Но мне верится, что ты нас ведешь этим путем смирения, кротости. Ты нас ведешь к славе. Я просто это вижу, поэтому ликует мой Дух. Господи, глаза видят другое, а Дух ликует. я знаю, какую ты славу приготовил нам, послушным Тебе, тем, которые примут для себя Твою волю как собственную, тем, которые будут согласны с Тобой. Чтобы двигаться в одном духе с Тобой, надо быть согласным с Тобой. А как ты доверишь Твою славу, если нет согласия? Благослови всю церковь. Я не хотела бы, чтобы хотя бы один был здесь с Тобой и не согласен. Благослови всех. Я всех вас благословляю. Мои возлюбленные, ближние, дальние. Я знаю, что для Бога вы все рядом. Будьте благословены. Аминь. Аминь. маи. Субтитры